Многодетный отец Валерий Манько на предприятии работает порядка двух лет. Сейчас доходит вплоть до того, что он не знает, чем кормить семью. Накопились большие долги по коммунальным услугам. На работу ходит исправно, трудится как и положено, но вот своих честно заработанных денег не видит. Ну смешно. Люди работают, видят же, что продукция отгружается, что люди перерабатывают эту продукцию. А в результате денег-то нет. В подобное финансово яме сегодня оказались практически все работники предприятия. Многие от безысходности пишут заявление на увольнение. Именно так поступил Дмитрий Васильев. Молодой специалист вышел на работу в ноябре прошлого года. Пообещали хорошую, а самое главное стабильную заработную плату. Только вот никакой стабильности он не увидел. Разве что стабильность в задержке. Пытаются как и успокоить, мол придет новый инвестор, то что купит предприятие. Ну всем очевидно то, что предприятие довольно-таки уже в плачевном состоянии, оно все разваливается. И опять же опасается то, что может произойти как с изумрудной страной. Практически все поголовно говорят. То, что также могут взять, пойти на банкротство и бросить людей. На дворе конец марта, а на карту несколько дней назад только пришли остатки заработной платы за январь. Как жить? Руководство компании людям не поясняет. Проблемы с выплатой заработной платы на обийском предприятии начались осенью прошлого года. Но тогда руководство говорило работникам о том, что мол дождитесь нового урожая и все у вас будет хорошо. Новый урожай пришел, но денег в кошельках бейчан больше не стало. И сейчас для того, чтобы хоть как-то выжить и прокормить свою семью, люди вынуждены под зарплату брать те же крупы и корма и продавать их на стороне. По-другому, говорят они, не выжить. И это при том, говорят бейчане, что компания работает круглосуточно. Производство не останавливается. Отгрузка готовой продукции производится буквально каждый день. Тут свою зарплату, приходится за ней бегать еще, ходить к директору о том, что ты пишешь заявление о том, что дайте мне, пожалуйста. Вот у меня вот столько-то заработано, какую-нибудь сумму мне дайте, пожалуйста. Вот и просишь еще. Ну как это тоже, я не знаю. Дозвониться до главного бухгалтера компании и узнать причину задержки заработной платы нам не удалось. А вот коллеги пояснили, что у них в кошельках деньги имеются. Мне ничего не задержали. А как там, что, какие дела обстоят дальше, выше, на том уровне, где что там платится, где что не платится. Я так думаю, это главный бухгалтер и директор должны вам включить это дело. Работники уже написали жалобу в правоохранительные органы. Кроме того, коллективное обращение с просьбой разобраться в ситуации поступило депутату Краевого законодательного собрания Андрею Абрамову. Представитель Бийска в Краевом парламенте уже направил официальное обращение в прокуратуру. Люди уверены, что по-другому добиться выплаты честно заработанных денег у них не получится. Ходить каждый раз на поклон к руководителю они уже устали. Евгений Плохотин, Андрей Сегаев. Будни.